Валерий Егоров стоит в очереди уже несколько часов. Пришел в МФЦ, чтобы поменять паспорт. На прием он не записывался. Планировал попасть к специалисту в порядке живой очереди. Сотрудники МФЦ опираются на то, что все-таки электронная очередь в приоритете. Их тоже, наверное, можно с своей стороны понять. Это, наверное, откуда-то указание было, сложный вопрос. Но как быть в живой очереди, здесь тоже люди. И такая же ситуация, говорят мытищенцы во всех офисах МФЦ. Чтобы попасть на прием к специалисту, нужно прождать не один час. Вот и Наталья Михайловна сегодня вынуждена стоять в очереди. Я вчера была по талону, прошла. Сегодня мне нужно сверить документы. Я стою с 11 часов, простояла. Моя очередь сейчас подошла. Люди только подошли, они говорят, а кто на замену паспорта. То есть, кто подошел только сейчас, он уже прошел. А я как стояла, так и буду стоять, потому что мой оператор занят. Вот у меня дети, обратите внимание, уже поспали здесь. И, собственно, очередь не двигать. Я попросила, как многодетным хотя бы, да, вот как-то немножко продвинуть для распечатывания. Не могут разгрузить окна. Действительно, разгрузить специалистов сейчас практически невозможно, говорят в МФЦ. Такая ситуация по всему Подмосковью. В одной очереди пересекаются два потока. Те, кто записался заранее, и те, кто пришел самостоятельно. О проблемах руководства многофункционального центра знает. Всегда в приоритете была предварительная запись. То есть, те люди, которые предварительно записались, они обслуживаются по своему времени. И, естественно, по освобождению оператора сажают уже людей по живой очереди. Только накануне специалисты обслужили более двух тысяч человек. Желательно, чтобы люди с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Просят в МФЦ. И напоминают, мы, тищенцы, должны соблюдать необходимые меры безопасности. А это ношение масок и соблюдение дистанции. Кроме того, часть документов можно получить и другим способом. И здесь множество плюсов. К примеру, оформить новый паспорт через госуслуги стоит на 30% дешевле. Ему не надо никуда идти. Он это может сделать из дома. Он не сдаёт оригиналы своих документов. Он через 10 дней приходит в территориальный пункт полиции и получает уже свои документы в течение часа. Огромные плюсы. Также по регистрации или снятии с регистрационного учёта. Сроки меньше, чем люди, если бы подавали через наш офис. Конечно, хотелось бы попросить наших граждан, чтобы они больше пользовались порталом. Это было бы удобно и для них. Это экономия времени. Народу сейчас очень много посещает наш офис. Кроме того, в соответствии с постановлением, если вышел срок того же паспорта, то до 15 августа штрафовать не будут. А значит, можно повременить и записаться на приём через портал госуслуг чуть позже, когда ситуация изменится. И живая очередь работает, но и портал. И я могу сказать, что, конечно, сейчас большее количество граждан пользуется предварительной записью. Но хотелось бы, конечно, для удобства нашего населения, чтобы они, наверное, увеличили именно предварительную запись. Это удобно будет для граждан. И ещё напоминаем, что офисы МФЦ работают каждый день с 8 утра до 8 вечера и даже по воскресеньям. И, как говорят специалисты, именно в этот день меньше всего народу. Поэтому, если вы хотите получить вовремя документы, то лучше посещать МФЦ именно в этот день. Но это уже вам выбирать. Либо отдать предпочтение пляжному отдыху, либо всё-таки вовремя получить документы.